Всем привет! С вами Ирина и канал MyDIY Life. И это садовый влог. Свой прошлый садовый влог, первый в этом сезоне, я отсняла где-то неделю-две назад. И после этого садовые съемки временно остановила, потому что, честно говоря, снимать в саду было особенно нечего. Как я и ожидала, подлянка от погоды случилась. Буквально через пару дней после съемки у нас очень сильно похолодало, все занесло снегом. Кто досмотрел прошлый влог до конца, я думаю, видел эти чудесные кадры. И я при угрозе похолодания все розы опять накрыла в один слой лутросилом, и они у меня вот так неделю-полторы стояли, опять мариновались под укрытием. Но вот когда немножко потеплело, несколько дней назад я их сняла, успела примерно половину сада прополоть, вторая половина мне еще предстоит. Ну а сегодня покажу вам, что у нас происходит. У нас в данный момент опять происходит то ли дождь, то ли снег. Но я не буду жаловаться на погоду, потому что знаю, что некоторые лишены и этой радости быть в своем саду. Так что будем снимать в таких вот походных условиях. Буду заниматься подкормкой роз. В этот раз у меня новое для меня удобрение, Бона Форте. На самом деле я покупал просто от безвыходности, потому что в связи с тем, что многие магазины у нас сейчас закрыты, можно было купить только онлайн. И вот это вот было единственное, что было доступно в Азоне. Я забрала, мне кажется, последние 9 мешков этого удобрения. Но мне понравилось, что у него хороший состав. Помимо основных элементов азота, фосфора и калий, у него в составе еще и микроэлементы. То есть удобрения, хотя и дороже, чем я обычно покупаю, но вроде как более полезны для растений. Так что сейчас буду кормить розочек. Ну а еще у меня хочу поделиться большой радостью. Мне сегодня подтвердили доставку навоза, потому что компания, вернее конюшня, откуда я обычно его заказывала, сейчас, конечно же, его не доставляет. Я долго не могла найти навоз, который роза очень любит, которым я хотела подкормить их весной. Но в итоге все-таки нашла. В Русрозе мне подтвердили доставку. Так что я очень рада. Буквально через пару дней он ко мне приедет. В составе Бонуфорта мне понравилось еще и то, что, во-первых, все микроэлементы в хилатной форме более доступны для растений. И в качестве дополнительного бонуса туда догрузили еще и кремний, кальций, магний и даже янтарную кислоту в качестве стимулятора роста. Насчет особенной нужности первых двух не поручусь, а вот магний розочкам точно лишним не будет. Он очень положительно влияет на цветение. Хотя, конечно, наличие в составе удобрения витаминов у меня вызвало немало вопросов. Да и фраза «Магний – мезоэлемент, который обеспечивает растения энергией, предотвращает старение» – это выдержка с их сайта. Ну, такое себе. Больше похоже на рекламу крема от морщин. В общем, не знаю, честно говоря, действительно ли стоящая штука, или это просто очередные громкие лозунги для обычного комплексного удобрения. Посмотрим. Я перепробовала массу разных удобрений и дорогих, и дешевых, и пролонгированного действия в капсулах и обычных, но пока мое сердце принадлежит финской водорастворимой кемире, которую сейчас не купить. Отзывы на Бона Форте вроде хорошие. Кстати, если вы уже пользовались удобрениями этой марки, напишите, как они вам, понравились или ничего особенного. Из фиосада у меня сейчас накрытыми остались только гортензии макрофилы и древовидный пен. Вот его я сейчас хочу раскрыть. Оставила я его накрытым, потому что у него под укрытием уже прямо распускались листья. Сейчас, наверное, распустились еще сильнее, но у нас обещают, наконец-то, потепление. Так что я думаю, что можно уже его раскрыть, чем я сейчас и займусь. Ну, как я ожидала, листья выросли еще больше. Более того, уже видны бутоны, причем бутоны такие достаточно уверенные. Я думаю, еще пару недель и он зацветет. Кстати, в прошлом году я вам его показывала, он невероятно обильно цвел. Надеюсь, что в этом году будет цвести не хуже, потому что зима была мягкая. Но уже сейчас могу сказать, что бутонов не меньше десятка. Так что я надеюсь, что смогу вам опять его очень-очень красиво отснять. Конечно, древовидные пионы, они необыкновенно хороши в период цветения. Очень их люблю. У меня есть такая голубая мечта. Еще, мне кажется, лет 10 назад я очень хотела завести в саду ито гибриды. Это гибрид древовидного пиона и травянистого. Ито они отличаются таким прям ярко-ярко-желтым цветом. Мне очень хотелось его завести, но их достаточно сложно было достать. Лет 10 назад, когда я про них первый раз услышала, саженец стоил каких-то совершенно невообразимых денег, порядка 10 тысяч. Но это был какой-то такой достаточно дорогой питомник. Просто других мест я не знала, и вот с тех пор я их хочу, но никак не заведу. Вот, может быть, все-таки соберусь купить. Сейчас они все-таки стали, конечно, гораздо более доступными. Хотелось бы услышать мнение тех, у кого растут эти гибриды в саду. Насколько они действительно стоят того, насколько они хороши. Потому что древовидные пионы, они, конечно, цветут очень недолго. Но за их красоту, за их потрясающие цветки, им можно это простить. Ито гибриды, насколько я знаю, они цветут попозже, в июне-июле. И они цветут такими же огромными цветками. Так ли это на самом деле? Потому что достаточно часто, согласитесь, бывает, что на картинке в каталоге ты видишь какой-то потрясающей красоты цветок. Неважно, пион, розу, клематис. Конечно, продавцы не умеют так отснять, чтобы ты сразу его захотел купить. А в жизни может оказаться так, что все-таки смотрится не так классно, как на картинке. Допустим, отдельный цветок красивый, но этот цветок один на весь куст. Или, например, цветок на самом деле далеко не такой крупный, какой-нибудь очень маленький. И в саду смотрится не очень. Или цветки красивые, все хорошо, но сам куст настолько ужасен, что портит просто вид сада. Так что, конечно же, интересно, как себя показывают, какие гибриды на самом деле в саду. И самое главное, какие сорта стоит брать. Потому что я видела в продаже сейчас порядка 20 сортов. Я полазила по Help Me Find. Кстати, кто не знает, этот сайт посвящен сортам. Там есть розы, пионы и клематисы, если я не ошибаюсь. Самый большой, это, конечно, по розам. Это прямо такая библия розоводов всего мира. Наверное, как мой розбук, но только более обширный и международный. Туда садоводы со всего мира кидают свои фотографии, какие-то отзывы. Плюс там какая-то информация минимальная по сортам. И вот по пионам там тоже такая база есть. Не такая обширная, как по розам, но тем не менее достаточно значительная. Вот по всем сортам, которые сейчас есть в продаже, я полазила, посмотрела. Но такие очень противоречивые отзывы, и все-таки фотографий не так много. Поэтому вот я знаю, есть сорт Бардзелла. Он, по-моему, один из самых первых. Но насколько он хорош, возможно, сейчас уже появились какие-то более интересные сорта, более красивые. В общем, напишите мне ваш опыт по итоги бридам. Мне очень интересно, стоит ли их заводить в саду. Много ли с ними мороки. Потому что, что касается пионов, я не могу сказать, что я сильно опытный пионовод. Так что мнение знающих людей будет мне очень интересно. У нас к вечеру выглянуло солнышко, щебеют птички, погода налаживается. Ну, а я хочу исполнить просьбу рассказать о птичках и почках побольше. И хочу вам рассказать немножко про мои, наверное, самые любимые весенние цветы. Это морозники. Из всех первоцветов, хотя, наверное, морозник нельзя совсем назвать первоцветом. У меня они чуть-чуть попозже появляются. Потому что они у меня попадают под укрытие с розами. Ну и, соответственно, видно их становится уже после того, как укрытие сниму. Но, тем не менее, из самых первых цветов в саду, это мои, пожалуй, самые любимые. Во-первых, потому что куст достаточно объемный. Он такой сразу большое зеленое пятно с цветами создает на клумбе или на цветнике. Сразу обращает на себя внимание. Плюс морозники очень долго цветут. В отличие от луковичных, которые недолговечны, которые быстро отцветают. Привет, шмелю! Морозники очень-очень долго остаются декоративными. Даже после того, как они отцветут, вот эти цветочки, они не засыхают, не портятся. Они просто зеленеют и долго-долго так стоят. Зелененькие, но все равно очень нарядные и красивые. Вот этому конкретному кусту, мне кажется, ближе к 20 годам уже. Я покупала его еще будучи студенткой. Давным-давно в павильоне «Космос». Может быть, кто живет в Москве, тот знает и помнит. Были такие развалы цветов. Там продавали какие-то луковичные кусты. И в том числе продавали очень много браконьеры. Продавали выкопанные с Кавказа растения. Я помню до сих пор это ужасное зрелище. Там самшиты, огромные кусты, выкопанные с вот такусеньким комом. То есть, конечно, это ничего не выживало. Я думаю, впоследствии можжевельники выкопаны. И, честно скажу, я не устояла. Я бессовестно поддержала браконьеров. Я когда увидела этот морозник, у меня просто сердце не выдержало. Я когда подумала, что он погибнет, мне было ужасно жалко. Он был тоже с голыми корнями. При том, что, насколько я знаю, морозники вообще очень плохо пересадку переносят. Но он был такой уже большой, красивый куст. Весь в цветах. Я, честно скажу, не выдержала. Несмотря на то, что это, конечно, нехорошо браконьеров поддерживать, покупать у них что-то. Но я не устояла. Я его купила, посадила. И вот с тех пор он у меня растет. Так что куст уже достаточно такого почтенного возраста. Кстати сказать, в этом году морозники не очень хорошо себя чувствуют. Я не знаю, с чем это связано. То ли с поздними заморозками, то ли с солнцем ярким, весенним. Я склонна думать, что все-таки дело в солнце. Потому что вот этот кустик, он у меня находится в тени от сосны во второй половине дня. То есть такое более тенистое место. Он, как видите, такой весь хороший, красивый. А остальные кусты, которые на более ярком солнышке, их достаточно сильно побило. И я думаю, что все-таки с солнцем. Сейчас мы переместимся туда. Да, я вам покажу. Ну, а сейчас я вам хочу показать у меня... Еще раз привет шмелю. У меня очень большая радость. У меня в прошлом году я обнаружила, что у меня морозник начал сеяться. Вот под этими листиками шмель. Я случайно обнаружила эти сеянцы. Чуть было их не снесла косилкой. Но вовремя остановилась. В этом году кустики уже чуть-чуть подросли. В прошлом году они были прям буквально из двух листочков. И в этом году под вторым кустом морозника, моим самым старым, я тоже обнаружила сеянцы. Так что буду их отсаживать и разводить у себя в саду морозники. Не знаю, с чем связано. До этого ни разу не видела самосевы. Может быть, с тела в возрасте куста. Может быть, в каких-то особенных условиях. Но вот первый раз за все время, что он у меня растет, я нашла под ним самосев. Ну, а вот второй морозник, который брат-близнец того первого. Они примерно одного возраста. Выглядит, как видите, гораздо хуже. Вот здесь прямо такое яркое солнечное место. Вечернее солнце мне сейчас бьет прямо в глаза. Поэтому, извините, я буду чуть-чуть жмуриться. И вот здесь на кусте видно, я думаю, очень-очень много высохших, таких побуревших цветочков. Кое-где даже целые побеги. Не знаю, то ли подмерзли, то ли подгорели. Единственное, я только надеюсь, что это не какая-то болезнь. Потому что у меня здесь поблизости еще один махровый морозничек. И у него тоже несколько бутонов. Вот такие же высохшие и побуревшие. Не знаю, с чем это связано. Буду еще читать. Но надеюсь, что это все-таки происки погоды. Меня не очень порадовал один из моих новых штамбов. Это боскобель Дэвида Остина. Если помните, я в прошлом сезоне показывала его. Он очень хорошо цвел, очень обильно. Но из зимы мне не очень нравится, как он вышел. Потому что прошла практически неделя после того, как я раскрыла все розы. Подняла все штамбы. И если, например, мой розариум итерзен, который растет по соседству. Который, кстати, был в снежной плесени. У него уже начинают листья распускаться. То боскобель, как вы видите, он до сих пор весь голенький. У него буквально две почки распустившиеся. А остальные побеги, хотя и зеленые, но они замерли. И почки на них не набухают. Еще не знаю, чем это закончится. Буду его поливать стимуляторами. Гуматом натрия, скорее всего. Может быть, попробую наконец. HB-101. Кажется, так он называется. Помните, я тоже осенью спрашивала ваше мнение. Мне тогда посоветовали его отложить до весны. Вот, наверное, на нем испытаю. И еще мне очень не нравится то, что у побегов, у нескольких, вот здесь вот у основания, они потемневшие. Возможно, вся вот эта прививка пойдет под нож. В общем, не знаю, чем это закончится. Но крайне мне пока не нравится. Еще одно дело, которое мне вскоре предстоит. Я думаю, что буквально на следующей неделе я буду этим заниматься. Буду обустраивать альпийскую горку. Вообще, с альпийскими горками у меня сложные отношения. Давным-давно, когда я первый раз съездила в Чехию, это было, мне кажется, больше 15 лет назад. Я тогда совершенно была очарована их альпинариями. Вообще, у чехов у них совершенно особенный подход к альпинариям. Они у них очень красивые. И я тогда, вдохновившись всем этим, и после курса лекции в цветоводах Москвы одного путешественника, который очень здорово рассказывал про альпийские растения, про Чехию, в общем, я вдохновилась. И я решила, что у меня будет альпийская горка. И вот на месте всей этой поляны с можжевельником, которую многие из вас знают по съемкам у меня в саду, у меня была запланирована большая, прибольшая альпийская горка. Я накупила кучу редких колокольчиков для нее в ботсаду. Но поскольку земли мне было взять негде, то моя альпийская горка выглядела так. Была такая достаточно большая яма, откуда я набирала землю. И дальше ступеньками, террасами земля поднималась вверх, чтобы получилось хоть какое-то подобие горки. Несмотря на все эти ухищрения с ямами и землей, земли мне все равно не хватало для того, чтобы сделать достаточно высокое возвышение. Поэтому под эту землю я затолкала весь мусор, который нашелся на даче. Битые кирпичи, какой-то старый бидон, железки. Туда даже дверь от папиного москвича была закопана, которую мы с мужем пару лет назад со множеством нецензурной брони выкапывали. В общем, получилось такое достаточно циклопическое сооружение. Через пару лет все это благополучно заросло снытью. В общем, после того, как я эту горку разобрала, я на много лет зареклась делать у себя в саду альпийские горки. Но сейчас, видимо, наступил тот момент, когда мне опять захотелось альпийскую горку, ну, точнее, скальную грядку. Давно хотелось завести, такую спиралевидную грядку, на которой будут расти всякие разные теплолюбивые пряные травки. Розмарин, тимьян, в общем, что-нибудь такое вкусно пахнущее, лаванну еще туда посадим. И в прошлом году, когда я сажала новые розы, я всю глину из ям свозила вот сюда. У меня сейчас вот эта куча, которая очень сильно портит вид полянки. Сюда же буду свозить песок, немножко плодородной почвы, все это смешивать, чтобы получилась такая бедная очень по составу песчаная земля. И уже ее буду устраивать в виде вот этой скальной грядки. Ну, постараюсь все отснять, показать, что получится. Надеюсь, что получится все-таки не собачья могилка, а что-то более симпатичное. Вся эта скальная грядка у меня получается в окружении хвойных. У меня здесь сосенка афир, карликовая ель, туя данника у меня за спиной. И на совсем заднем плане плакучая ель. И мой любимый можжевельник, который очень часто меня спрашивают сорт, это Blue Arrow, если я правильно помню, или Sky Rocket. Я все время путаю эти два сорта. Пущу по экрану, какой из них двух. Ну, хочу, наверное, подсадить еще каких-то карликовых хвойных. Вообще, чем дальше, тем больше мне нравятся хвойные растения. Я думаю, что в будущем у меня их будет больше появляться в саду, потому что они, конечно, подкупают своей неизменностью. Они зимой и летом одним цветом, и даже ранней весной, поздней осенью очень украшают сад. А когда при саде круглый год, а мы сейчас круглый год ездим на дачу, в том числе и зимой, они, конечно, очень здорово добавляют декоративности именно в межсезонье. Летом они не так заметны, да, они скорее такой фон создают. А вот ранней весной, как сейчас, они прямо на первый план выходят. У нас был дождь, у нас было солнце, сейчас у нас, кажется, снег пошел. Все 33 удовольствия сегодня. Ну что же, я, как обычно, буду очень рада пообщаться с вами в комментариях, ответить на все вопросы. Ну а на сегодня все. Всем пока! А дождь идет! А он идет? Он идет. А я не чувствую, я же капюшоня. А я так и с... Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok